Сразу после сессии госсовета глава провел большую пресс-конференцию. Впрочем, отведенных для общения двух часов пишущей братья явно не хватило. Сергей Гапликов пошел навстречу и на час перенес заседание правительства и назвал получившийся диалог приятным и познавательным. Роман Истомин побывал на месте. Старейший журналист региона Анатолий Полькин сразу предупреждает, его вопрос может показаться неприятным. Прошлогодний доклад получил название «Программа возрождения». Наметился план мероприятий на ближайшую перспективу. Но суждено ли сбыться обещанием? Ведь немало времени глава проводит в командировках. Если я не оказываюсь в той или иной гуще событий при обсуждении тех или иных вопросов, то, знаете, жизнь проходит мимо. Рядом оказывается другой губернатор, который становится более счастливой, чем я. В этом плане. Приведу вам маленький пример. При осмотрении вопросов на заседании Государственной комиссии по развитию территории, которую возглавляет Дмитрий Николаевич Казак, очень жестко, дискуссионно обсуждался вопрос по поводу доли софинансирования из федерального бюджета. На тот момент, я вам могу сказать, доля софинансирования из федерального бюджета Республики Коми предполагалось 20% по всем видам субсидий, дотаций и разного другого рода выплат из федерального бюджета. Представляете сумму? 20%. Так вот, мое личное присутствие увеличило эту долю софинансирования до 49%. Жизнь корректирует приоритеты, но от цели обещания регион не отказывается. Так недавно заработавший Сыктывкарский завод башен кранов, чтобы не остановить производство, в условиях кризиса на строительном рынке, стимулирует свою продуктивность через краны в лизинг. Санаторий Серегова, по оценке главы, стоило бы вообще построить заново, настолько устарели технические нормы за 30 лет его истории. Но если это сделать, никто не поймет, ведь в стройку вложены уже миллиарды. Еще один негативный показатель – кризис в угольной сфере. В Винте наблюдаются задержки по зарплате шахтерам, в Иркуте до сих пор пытаются оправиться после трагедии на Северной. Никто же не планировал, что на шахте Северной произойдет такая жуткая трагедия, что на 27% вот и войдут объемы производства. Ну ведь правда, никто же. А затраты-то все равно предприятие несет. Пытались бороться с аварией, но не получилось. Приняли решение не рисковать, законсервировали шахту. Получилось безработных тысяча с лишним человек, понимаете? Конечно, если мы сейчас посмотрим, условно говоря, статистику, она нам дает на тысячу человек рост безработных. Ну так они официально зарегистрированы. Они в этом статусе, и с ними ведется работа. 900 уже трудоустроено, оставшиеся те, кто изъявил желание, может быть, уехать, может быть, поменять место работы и так далее. Пожалуйста, с ними тоже каждодневно ведется работа. Десятки миллионов тратится на переобучение. Кто-то решил получить новую квалификацию. Все это в учете, понимаете? Опять же, каждый день. Я что могу сказать? Я не оправдываюсь, поверьте мне. Просто вам рассказываю, что происходит на самом деле. Солидный блок пресс-конференции оказался посвящен кадровым решениям. Глава объяснил, что формирование новой команды после сентябрьских событий 2015 года проходили непросто, а потому были и ошибки, которые порой становились неприятными сюрпризами. А вот я Тукмакову задавал, говорю, Володь, вот скажи мне, пожалуйста, у тебя есть что-то, то, что тебе сегодня со мной не позволит работать дальше? Вот ты знаешь мои принципы, ты знаешь мои отношения. Есть, клянусь, нету. Ну, там, мама, клянусь, не знаю. В результате появляется такая история. Я говорю, Володь, ты мне честно смотрел в глаза. Я же тебя спрашивал. Ну, ты мне бы сказал бы, что у тебя и какие последствия. Я бы для себя уже принял решение. Это моя бы была уже ответственность. Вот ты же меня реально обманул. А я думал. Я говорю, а что ты думал-то? Ты что, не понимаешь, чем это грозит и какая у тебя мера ответственности за это будет? Открытием для многих стало и то, что каждого регионального министра глава сегодня скрепил за конкретным федеральным ведомством. Потому что, цитата, надо держать нос по ветру и быть в авангарде. Но надо не просить, а быть полезными партнерами. Я очень жестко отношусь, когда не выполняют поручения. Особенно, когда, не дай бог, не дай бог, это вообще страшное сне не может присниться, кто-то не выполнил поручения президента. Вот предыдущий тут глава, наверное, обиделся на меня, что его так жестко через совет депутатов Сыктывкара наказал. Ну, слушайте, друзья, так нельзя. Так нельзя. У меня в мыслях никогда не возникнет, чтобы даже там где-то не предусмотреть что-то, когда мне поручается. А тут так вот просто, знаете, своей волей. А вот у нас нет, и все. И что делать будем? И ничего не будем делать, понимаете? Как это? Как это так может быть? А кто за тебя будет делать? Кто-то придет со стороны? Я этого не понимаю. Вот ты когда приходишь домой, ты же завел кота, правда? Я же извиняюсь за выражение. Вот такой пример, чтобы было всем понятно. Да? Ну, кот приходит, там, есть, просит, еще что-то там, лезет к тебе, там, понимаете? Одно дело, когда ты его ногой, а другое дело, когда ты его взял на руки, да, и он замурчал, понимаете? Разница разная, понимаете? А люди – это не животные. Понимаете? Люди – это люди, и к ним надо так же относиться. А они гораздо, понимаете, ну, может быть, некоторые менее терпимые, может быть, кто-то больше требует к себе внимания. Вот сложность в том, чтобы как раз вот всем это внимание уделить. Я уже сегодня сказал, мы ни в коем случае не решатели субчеловеческих, и не распорядители, а мы в прямом смысле этого слова, мы слуги, которые должны стоять в услужении. Знаете, как официант стоит? Он что-то по своей воле пришел, правильно, за деньги, которые ему платят в ресторане. Но он же стоит и говорит, что изволитесь. Вот и мы и так должны. И потому сейчас при определении к подчиненным действуют три личных критерия от главы. Профессиональные качества, порядочность, а еще табу на любые, не касающиеся прямого исполнения обязанностей, действия. Роман Истоймен, телеканал Юрген, Сыктывкар.